всем добрый день меня зовут дмитрий рад вас приветствовать в своем канале да сегодня мы пройдемся по настройкам терминалов получается это телотоника fmb версии 110 fmb версии 120 fmb версии 122 fmb 125 разница сейчас я вам покажу в чем чтобы вы понимали как они отличаются да вот на картинку предоставлены все эти версии да и вы видите что 110 120 они почти не отличаются друг от друга также как распиновка и примерно версиями 122 отличается наличием внешней антенны все кстати эти терминалы могут подключаться к аналогу который может подключаться коншини и настраив можно настроить каршеринг а вот fmb 125 она подключается у нее есть цифровые порты это 232 и 485 на ней можно подключать все датчики уровня топлива по 485 на всех остальных версиях можно подключать в основном датчики уровня топлива который передается либо аналогом либо работают по bluetooth на 125 идет поддержка 485 лс датчиков до 5 штук можно спокойненько подключить перейдем сразу к настройке это основные настройки по которым можно пройтись да именно настройки как они должны которые настраивают у нас по эсэмэском настройки по эсэмэском у нас есть две основные команды которые работают по эсэмэском и работают именно в режиме настройки первая команда это get парам где то получается получить парам это параметр формат идет получается какой логин пароль get парам дальше идет через точку запятую так сказать перечисление тех параметров которые нам нужно знать то есть например если нам нужно узнать какой логин точнее какой сервер прописанная в третерей какой сервер работает нам нужно отправить на него get парам 2004 . запятой 2005 он пришлет сначала вам 2004 пришлет какой там находится сервер а в 2005 он пришлет вам порт который находится там и 2 основная команда это настройка с этот установить парам это параметр режим работы этой команды какой тут есть два варианта либо вы меняете параметр по одному либо вы меняете кучи работает это так то есть вы пишете логин пароль если не настроен на логин пароль по эсэмэском то у вас идет пробел пробел потом идет сайт парам пробел потом идет айдишник например сервер меня метод 2004 двоеточие идет значение айпишника потом идет можно если несколько вариантов перечислять то это дальше идет потом . запятой и пошли следующие параметры рекомендуется если вы меняете несколько параметров под аэсэмэска менять до трех параметров как уже говорил ранее у меня получалось поменять то 7 параметров подается маской если параметры не слишком длинный режим то есть размеры смс позволяет терминалу первых эту смыску принять и воспроизвести просто если например терминал не сможет принять длину этой смс кида за один определен то авто то вторая часть смс придет обрезанная терминал просто тупо не поймет что вы от него хотите в половине настроек все что мы сейчас пройдемся да это основные настройки которые чтобы понимать как это работает именно по смс если нам нужно настройки какие-то режимы и как эти выставить просто в конфигураторе ты видишь визуально ты ты выставляешь но непонятно как это выставить в самом терминале да тут есть вот раздел со стойки с начинается это параметр ли все параметры которые описаны и самый первый параметр который ты-то идет это слить мода это айдишник 102 то есть получается чтобы нам поменять какие-то значения в одежде 102 нам нужно получается написать команду set парам пробел 102 двоеточие и какой-то параметр который нам нужен нужно сделать также тут есть еще сразу рядом есть созависимые параметры да то есть они очень важны именно потому что они созависимые параметры вот смотрим режим сна у него есть четыре режима работы это значение 0 1 2 3 по дефолту стоит 2 если мы посмотрим инструкцию тут расписано что смотрите 0 это полностью отключены все режимы работы один это идет слип по gps 2 это идет deep sleep deep sleep это значит что если машина останавливается и нету зажигания в машине выключает выключается все функции кроме основных есть еще онлайн deep sleep моды и ультра слип тип моды там есть небольшая разница но она не столь интересно для большинства будет интересен это дизайвл gps sleep и deep sleep все все остальное принципе неинтересно следующий параметр это получается 103 параметр это через сколько терминал уходить сон если если у них нет параметров которые отвечают за то чтобы терминал просыпался то есть это зажигание основное то есть либо зажигание либо движением тут настраиваешь то есть получается в минутах по умолчанию стоит что если например у машины нет зажигания 10 минут и машина стоит 10 минут то соответственно машин полностью засыпает это параметр слитая потом идет more source это определение движения и вы выставляете то есть как вы должны определять движение то есть это идет по зажиганию по сенсору по gps либо пока выставляете так что значение выставляется от 0 до 3 0 1 это по зажиганию то есть это желтый провод выключаете один этапа сенсору и получается 2 этапа gps у 3 этапа каму то есть что у машины просыпается что скану посыпали данные и она заработает дальше идет параметр кстати навигаешь он нужно она у него и два параметра в кругу все аналог и инпута рейнджер это получается какие значения она принимает народы либо 010 либо 030 это зависит от того какую машину вы ставите кстати много сенсор это как когда начинать записывать при каких-то у нас идет детекции тут же есть также сразу созависимые параметры они прописаны тут будет вещь и дпп подавок созависимый потом идет цифернка 107 параметр он всегда должен быть единичка если у нас будет 0 0 он может вас не стабильно работать дальше идет gps это обычно устанавливается по параметру по умолчанию поэтому вам не особо нужно тут видите тут сразу расписано уже табличка да какой работает но тут есть такая версия что смотрите они хранятся информация о каких спутах работать хранится в битах каждая грубо говоря каждая какая-то система это набор бита то есть если мы например возьмем gps глонас это будет получается цифра к 10 но откуда берется цифра к 10 цифра к 10 это получается сумма 8 и сумма 10 то есть тут принципе работает кстати есть очень много параметр по определению сжигание по работе где именно можно управлять именно суммой то есть там получается нужно отправить биты то есть тут мы отправляем бит двоечка у нас получается второй бит восьмерочка если не ошибаюсь 4 бит получается ну и вот тут значение указывается тут в принципе может быть уйма значение тоже до 16 значение дальше определение зажигали вот это кстати очень интересная вещь если нам нужно поменять определение зажигания тут есть разных можно по входу по акселерометру по вольтажу либо по сумме этих данных либо пока ну либо по оборотам либо по какому-то другому входу можно настроить и все эти также параметр тут полностью описано они записываются и также есть еще что зависимый параметр которые у нас определяются и работают тут также они прописаны вы можете посмотреть именно справа я дальше следующий параметр пролистая для нас не имеет никакого отношения вот индикация нужна ли вам световая индикация вы можете ее выключить но смотрите если вы потом будете разбирать что он не работает но по световой дефекции ни хрена не поймете чувствуем работу но не работаю придет разбираться то есть нельзя там издалека увидеть что моргает да и значит у него какая-то другая проблема по тому как он моргает можно понять чего у него там грубо говоря не работает вот потом синхронизация синхронизация идет по gps only либо какие-то другие серваки либо только отдельный сервак то есть указывайте как хотите но тут по умолчанию указано что синхронизация идет gps но что он используется в качестве опорных серваков именно gps также параметра 110 отвечает это зарядку аккумулятора 0 когда нужно один зажатся когда есть зажигание то есть и долго нет зажигания он не будет брать сети зарядку параметр 1002 отвечает за сортировку параметр то есть либо сначала старых же блин до сначала новое уже есть серваки которым очень важен порядок загрузки пакетов если вы например вперед груза нити на этот сервак новые пакета потом груза нити старые пакеты то будет ощущение что у вас машина скачками ездит назад то есть он не будет адекватно работа также украли тайм-аут указывается советовал указывать максимальный сервера спонсер-сайм-аут указывается максимальный smsgp контент активаешь всегда должно быть равно если будет единичка соответственно сработать система не будет если будет точнее но всегда должна быть также зависимые параметры apn логин и пароль от sim-карты эти параметры также 200 2001 2002 2003 следующий идет параметры это для симки 2 сразу скажу да к терминале предусмотрена во всех версиях терминалов fmb 110 120 120 120 125 подусмотрен две симки но слота под вторую симку там нету а все почему потому что там есть место где под электронную сим-карту там распаивается место под электронную сим-карту если там заказать эти электронные сим-карты есть симки они называются и распаять их на плате то они будут у вас работать сразу включены в систему отдельно слота по 2 сим-карты и тут то также логин и пароль настройки под вторую сим-карту дальше идет настройка под куда отправлять данные 40000 5 это под обычный сервак ну и 2006 параметр это выбору протокола но лиц и себе один видит и разницы себе юбе протоколов вы можете читать в интернете расписывать не буду дальше идет у нас дополнительный сервер это второй сервер это параметры айпи это 2007 параметр порт это 2008 параметр и также у этого порта есть такие параметры как тоже какой вид отправки данных это тсс и либо и также режим работы не совпас на параметр 2010 вы тут в этом параметре видите что либо отправка на второй сервер отключен либо идет если на первый сервер не может отправить то он отправляет на второй и третий режим работы он отправляет данные сразу на два сервера я встречал такую рекламу нет производитель у которых типа расписано что наше оборудование такое портой что может отправлять данные сразу на несколько серверов нежели когда там чье-то чужое оборудование может по очереди только отправить на какой-то один сервер вот вам тилтоника долбашит все сразу на все сервера дальше идут на настройки фото в они нифига не меняются следующие настройки по sms с этим то есть тут настраиваются какие номера могут звонить на какие номера можно звонить нужны ли авторизованные номера сразу вас предупрежу пиндюрить авторизованные номера можете впороться в тем что вам может сим-карту заблокировать финс мы один раз таким столкнулись что мы заблокировали сим-карту финс и как оказалось проще заплатить за разбор машины достать оттуда трекер поменять сим-карту чем бороться с тем чтобы отменить постановление финс как это вообще произошло и какого хрена у нас заблокировала сим-карта очень тяжелым и так не смогли конца выяснить там в итоге короче получилось что мтс никак не шел там ни с кем там вообще ни с кем не получился забраться проще было просто поменять сим-карту и просто если вы каким-то хреном попадете что у вас вот этот номер с которого отправлять смс заблокируется поздравляю вы можете попасть на замену всех сим-карт перепрошивку либо все это добавление либо все это нужно будет новые авторизованные номера либо несколько авторизованных номеров все дописать это не эффективно я вам не советую вообще-то дело но можно писать 200 призованных номеров я бы вам чем он не советовал под тел куда более эффективно это вписать либо sms это смс логин и пароль это вот эти параметры 33 34 вот это куда будет более эффективно и использовать куда будет гораздо проще то дальше идут параметры по ответу смс-кам по настройкам джипсис оператор по настройке роуминг операторов какие у нас получается коды расшифровки приходит сейчас терминал терминал это всегда делают уже в автоматическом режиме они определяют домашнюю роуминг сети неопредел поздно сеть они определяют ее самостоятельно и принципе это не работает очень стать один из важных параметров до такой же это что касается работы настройки тех параметров когда вы делаете это удаленный из вам нужно поменять правила записи и настраивается такая задача да так пешим параметр как раз в этот тут есть несколько настроек есть настройки при стоянке есть настройки в движении и там идет настройка в домашней сети в ровне где в неизвестности все эти три параметра описаны и тут мы начинаем какой параметр при стоянке у нас есть тресных параметра это получается минимальный период это получается домашней сети это значение 10000 в роуминге это 10000 что в неизвестной сети это 10200 сами вы поняли да то есть как меняется меняется только вот этот адрес 340 все остальное остается то же самое так ждут еще два созависимых параметра они сразу уже прописаны что я вам рекомендовал да когда у вас стоит трекер по дефолту я могу оставить значение от 300 до 900 минимальная запись по дефолту в домашней сети одно ставить при сэн сэн период отправки я вам рекомендую оставлять значение от 600 до 900 домашней сети соответственно когда вы это делаете при настройке и в ровне либо меня поздно сети я вам рекомендую увеличивать количество четыре раза просто тупо смело то есть если у вас там пишется . при стоянке в домашней сети раз 15 минут то . получается в роуминге вода записать раз в час если не вообще переводить трекер deep sleep чтобы он не жрал какие-то пакеты не жрал потом весь этот трафик и не не отправлял эти данные в излишнем этом это очень кстати важно для экономить самого тракта и для работы работать все примерно так же даже не зрителям параметры там они будут ниже в роуминге настройки посмотрите также смотрите следующий параметр который идет это когда машина у вас движется это параметр 10000 50 также листу зависимый параметр сразу смотрите его партнер 1050 это когда записываете параметры если машина движется через сколько получается метров до если машину например движется по прямой на никуда не поворачивает ускоряется то через какое время будет записано то есть через какое расстояние нужно пройти это минимальный период записи даже если машина просто как бы она трясется но настоятельно лить через сколько записывать точки потом идет у нас параметр 10000 51 минимальная дистанция угол поворот от 10000 52 минимальное изменение скорости это 10000 53 минимальное количество записи параметр 10000 54 и право всех этих накопленных пакетов это 10000 55 параметр когда вы настраиваете роуминг вы получаете 3 меняете у вас также добавляется плюс 100 к этому параметру а когда меняйте резис на сети то есть получается будет если мы нам нужно в роуминге настроить это значение то получается мы сделаем что мы просто минимальная дистанция в ровне у нас который будет у 10151 отправка данных если мы вниз вот еще дополнительно опустимся да то мы увидим тут параметры так сейчас скажу какие-то созависимые параметры в это вот вот смотрите пошли параметров ровным еда мы смотрим где у нас получается ровным давить и у нас пошли параметры 10100 4200 5 они принципе в таком в такой манере меняются параметр эти меня вот в неизвестной сети 10200 410 205 все остальные настройки какой-то такой то есть получается вы можете в четыре раза неизвестно параметры четыре раза увеличить также размер это для того чтобы у вас все эти параметры адекватно работали чтобы у вас не возникало проблем с работой этой системы также есть параметры это по дополнительным настройкам системы сейчас это получает смотрите это это драйвинг настройка то есть записывать не записывать данные также в настройках драйвинга есть дополнительные созависимые настройки которую вы можете сделать и настроить они тут же также прописано все написано на техническом английском поэтому я не считаю что у нужно расписывать вам что это значит но по и смс ки вы уже то есть поняли как стандартный режим работает 11 пишет пробел пробел конца парам пробел а идешь не будет очень пара если нужно несколько параметров то это делать точку заменяется все созависимые параметры сразу они работают и можно настроить то есть видите тот же самый профиль к драйвер включить то есть они как определять и к нравится gps либо акселерометр также созависимые параметры которые есть также есть параметры драйвер джинджелал контроль это можно сделать так что есть например человек будет резко тормозить резко набирать скорость резко делать повороты какие-то резкие ускорения превышать скорость все вот эти вот параметр что тут расписано он будет это делать то если вы укажете что например открывать второй вход когда он это делает поставить сирену на второй вход то каждый раз когда он будет нарушать правила не будет в салоне орать сирену то есть его можно сделать что output тут 2 он может открываться должен быть такой параметр джорейша вот он следующий этот параметр насколько открывать этот параметр вы можете открыть этот параметр на три секунды если он резко втопил по машине до резко строился этот параметр то сирена включится например на три секунды она будет орать из кто-нибудь когда-нибудь включал в машине сирену например того же starline было такое это если ее там 35 секунд еще приемлемо слушать если она будет орать чуть дольше она закрыта машине начинает такой ударная волна которая начинает уже угнетать очень сильно внутри машины все остальные параметры меняются точно также все эти смс драйвер и все это настраивается превышение скорости все это даже настраивается также можно записывать делать и также можно делать чтобы по превышению скорости также включалась например сирена и все это работало ну тут конечно не сирену а там какой-нибудь индикатор цветовой включить на определенное время тоже это очень интересно в настройках эти параметры мы пропустим вот идет параметр кстати по данным белозе что можно было сделать вы можете также прописать под обиду лазера и потом ключи которые работают через 1 либо через bluetooth сейчас тут к сожалению в инструкции этой инструкции довольно старая надо сейчас смотреть новую инструкцию там есть а и бекон метки можно настроить иммобилайзер беспроводной так и проводной как партик ключом такая по и баку ключа без разницы как настраивать их можно и так и так настроить работать есть сценарии по пробегу по адонометру по записи дополнительных точек по геоференции то есть по геозону по зажиганию то есть какие-то параметры настроить дополнительно отправить эсэмэски можно по пробегам по всяке отправлять также параметр тотал адонометр то есть какие-то параметры нужно не нужно это записывать делать настраивать кстати еще очень важны такие параметры идут сейчас вот все остальные параметры то есть я просто листа вы можете открыть также сделать прочитать инструкцию тут больше больше часть параметра вам не особо и нужно будет я не видел чтобы вообще кто-то из них многое применял знаю компании есть такая убит . занимается на именно очень жестко со своими приборами фмт сотами где она может определять даже степень аварии всем стали они блокируют грубо говоря у них все за пароль на все сделано так что все внутренне настроенности трекера проход уже с прошивкой настройкой что ты там ничего не сможешь поменять и они работают только с серваками не там какая акселерометр у них там более чувствительный акселерометр ну и остальным данным там реально я чуть больше так принципе работают все это одинаково тут есть сценарий по акселерометру есть сценарий по звонку есть сценарии по эсэмэски есть сценарий по изменению состоянием там цифрового входа какого-то эти параметры сейчас секундочку пролистая но не очень интересно тут есть по работе с блютусом но некоторые такие моменты например как работе по работе с блютусом настройка беспроводная датчика все остальное я вам бы советовал чтобы ты делал все на месте по по эсэмэскам это жопа настраивать вот теперь смотрите самые основные параметры которые вам нужны бывает такое что вы например в прошивку не включили какие-то параметры которые вам нужно было включить и сделать и настроить и иногда объяснить это очень тяжело и это проще настроить удаленно чем нежели это объяснять человеку . как работает и учета пытаться ему объяснить чтобы он там где-то на месте сделал это проще настроить саму по эсэмэскам ну и так забывает что иногда настройка отправка вот этих параметров как раз она слетает и тут нам приходят такие вот параметры да на так сказать на помощь это вот смотрите это параметры которые мы можем выбрать то есть получать это в нулевой параметр это мы указываем отключен отправка этого параметра либо то есть в низкий приоритет высокий приоритет и панический приоритет и дальше мы тут идем дальше идет оперант какое значение происходит высокий левел низкий левел события какой-то выход за пределы события и смс куда это все делается отправляется самых два главных наших параметра это получается это нулевой параметры 1 параметра в любом параметре я рекомендую всегда указывать лов не надо вам хай ты паник разница вообще никакой нету как она работает самое главное как она работает это в первом параметре это первое то есть получается что тут есть несколько параметров он раньше exit это выход за диапазон он range enterprise то есть этот вход диапазон борщ это из получает у нас изменение в диапазоне потом мониторинг это просто он записывает вместе со всеми остальными точками 4 вообще не знаю как он работает 5 это очень при любом изменении обычно используют для цифровых датчиков джек то у него станет либо 0 либо единиц поэтому тут проблем не возникает самое главное не выбрать какой-нибудь аналоговый параметр например такой параметр как вольтаж просто выберите такой параметр вольтаж то он вас будет очень много . записывать это очень плохо для закончится и 6 параметр это он делька change то есть это только запись точки только того же параметра но только на определенную значение например мы берем это вольтаж дата мы тут ставим например он дает а тень штабу или вольт и замеряется например 1000 милливольт то только если скачок напряжения будет больше чем на 1000 милливольт по сравнению с предыдущим значением то у нас будет записано . то есть соответственно такие быстро параметры тоже не советую делать вот это вот сейчас я пролистаю остальные параметры вообще довольно тяжеловато настраивать и смысл понимать и они редко когда нужны но смотрите важно еще вот это вот табличка добить и параметр получается который начинается расписаться как он настраивается обычно мы ставим только вот нулевой параметр и первый параметр а остальное вот тут вот у нас будет сейчас меняться с разными параметрами вот эти остальные 4 цифра не буду снова меняться и в этих четырех цифрах разные параметры которые у нас будут да если вы посмотрите да то у нас видите написано то есть параметр приоритет зажигания то есть эти 50 тысяч на параметр это зажигание 5000 50000 10 параметр 50000 10 параметр это момент движение 50000 20 это дата модуль вот если вы пролистаете там до конца до вам например нужно включить что у вас там не посылается джек стал 2 то есть 2 там цифровой вход или 1 цифровой вход у вас не посчитаю не переключается вам нужно вот видите переключиться то есть опуститься то это самого 50 тысяч 170 50 тысяч 180 50 тысяч 190 то есть это output g дал output и есть цифровой то есть они вот так вот с так сказать шагом в 10 они там у нас меняются и мы можем менять эти адреса тут увидите тут во всем списке прописано все вот эти вот айдишник что нужно поменять вместе со всем параметром что вы видите напрямую в самом конфигураторе списка очень большой все просматривать смысл тоже нету поэтому думаю вы если вам понадобится самостоятельно залезть и посмотрите тут есть видите как значение то есть айдишник вот он айдишник который в памяти который посылает кстати на сервере немного по-другому будет отображаться но это айдишник который в памяти самого трекера работает тут есть формат то есть это 8 на число юнит она работает от 0 до 255 им то 8 работает от минус 128 до плюс 127 количество значений минимальное максимально то есть это сначала вот это вот у нас по умолчанию это минимальное это максимально это название параметра которого он у вас есть в таком же параметре работает и настраивается это работа с оба d2 смотрите к этому к терминалам версии fmb можно присоединить lms 327 или мс короче сами вы поняли есть такой бультуз на китайский прибор который читает коншину читает основные параметры которые есть короче вы можете его воткнуть в коншину терминал и читать короче данные которые снимутся по блютуз и короче между собой синхронизировать и они будут работать то есть вы можете купить это ты ему летку за 500 рублей и взять например 910 либо 900 утил тонику которая сейчас стоит если вы будете брать крупный вот народ наверно тысячи две с половиной если не три она стоит сейчас установка очень дорогая состава и грубо говоря хреначи все полностью через них подключить то есть даже на 900 и даже на 900 утил тонику можно подключить конши ну и работать именно в этом в этом режиме с не через коншину все эти решения настроить тут у также есть параметр которого справится через коншину и работает который все это делается я не буду вам сейчас пролистов все это подряд но тут у простые примеры то есть вы тут выбираете какие параметры вам нужно это делать как вот это можно настроить поясом с но настраивать по смс это жопа в это прямом смысле жопа это нужно настраивать подключили млс воткнули в бдш куда вот вы подключили по факту получается тилтоник и вот вы сидите в них фигураторе вот вы завели машину вот вы увидели что с параметра посыпались мы взяли прощелкали и параметры вы отправили вы понимаете как она работает все это может работать супер но это все нужно строить также есть лвк то есть тут есть тоже настройки лвк на если у вас будет вопрос по сроке подключения вы пишите комментариях под видео нужно ли снять еще дополнительно какое-то видео да поэтому кстати у меня уже есть парочку видео как подключить и настраивать все тут есть в принципе туда 4485 настройка но опять же вас повторяю все вот это что касается что должно быть настроено в большей части физически нужно строить физически отдельно делать это удаленно к условию что там например нибудь кого-то человека чисто марионетка который по телефону будешь говорить вот и сюда сделает туда-сюда так сказать таким кукловодом быть то вообще вся эта настройка больше бесполезно все это должно делаться обучаться персонал должен на месте принципе основные параметры которые есть как по настройке пробуйте я вам рассказал я надеюсь данная информация была для вас полезна кстати если открыть инструкцию есть еще кстати очень полезная информация потому как именно правильно настраивать терминал и устанавливать эти терминалы как приклеиваются антенны как антенны в каком положении устанавливаются как именно трекера и как их устанавливать если нужно чтобы у вас нормально работал экодрайвинг и все остальное запомните если вы хотите нормально настроить на своем терминале экодрайвинг и превышение скорости вы должны установить трекерс очень жестко прикрепив его к автомобилю согласно осям и расположив gps антенну в определенном режиме работает получается надо чтобы gps антенна была вверх сигналами навигации она располагалась по движению автомобиля и все остальные то есть части находились относительно сей автомобиля и только тогда у вас будет нормально работать экодрайвинг и все остальное что есть кстати компания которая уже упоминал юпитэч она именно так и работает там есть жесткая инструкция по установке трекеров эти трекера даже не прячутся они устанавливаются на аккумулятор аккумулятор всегда установлен относительно оси машины пошла уже в программе проектируется до этого площадки и просто проектируют относительно тассе и и проектировать аккумулятор устанавливается на аккумулятор на сразу на клеммы в определенные тфмк сотый и он поэтому нормально работает поэтому если вам нужно строить экодрайвинг и всякую другую чушь то вам к сожалению нужно настроить все очень жестко если вы этого очень жестко не сделаете у вас ничего нормально адекватно работать будет и клиенты будут ругаться а так очень клевый целтоника любой параметр который есть по работе ну думаю я уже довольно долго растянул видео будем заканчивать не забывайте писать комментарии также вопросы эти свои ставить лайки и подписывайся на канал всем удачи